Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика у нас адаптивная система вентиляции. Вот такая вот замечательная коробка, которая лежит у меня на столе, это один из вариантов такой системы. Это система от компании RENSA, называется Healthbox 3. Давайте для того, чтобы нам проще было разобраться, что такое адаптивная система, давайте вспомним с вами, что такое вообще система вентиляции. Система вентиляции это воздухообмен 30 кубов на человека в час. То есть нам нужно каким-то образом в помещении, в нашем суперэнергоэффективном доме, в помещении постоянно менять воздух. И чтобы это было комфортно, воздухообмен должен составлять 30 кубов на человека в час. Что нам нужно для того, чтобы менять воздух? Нам нужно сделать три вещи. Первое, это у нас должен быть приток воздуха. Второе, у нас должен быть переток воздуха. Третье, у нас должен быть выброс грязного воздуха. Тот воздух, который у нас попал в помещение чистое, он там пачкается, повышается концентрация углекислого газа. Соответственно, нам этот воздух нужно каким-то образом выбросить. Всего существует четыре вида вентиляции. Первое, это естественная система вентиляции. Второе, это принудительная система вентиляции. Третье, это адаптивная система вентиляции. Вот это вот. И четвертое, это самое замороченное, самое сложное, это система рекуперации. Вот эта система адаптивная, вот, она 100% может нам обеспечить воздухообмен 30 кубов на человека в час. Конкретно вот эта система будет установлена у меня дома. Вот сейчас я вам как раз про нее буду рассказывать. Немножко теории, потом будем показывать, как мы ее будем устанавливать. Вот, и покажем вам уже непосредственно, как она у нас работает. Значит, у адаптивной системы вентиляции приток воздуха можно сделать через клапаны. Либо оконные, либо стеновые. Конкретно на моем доме установлены клапаны-велка, приточные, стеновые клапаны. Вот, кто ролик про них не смотрел, ссылку на него я оставлю в описании. Чтобы вы могли уже непосредственно понимать, что такое хороший приточный клапан. И какие преимущества у него есть перед, ну, скажем так, не очень хорошим приточным клапаном. Что касается забора воздуха. За него у меня дома будет отвечать адаптивная система вентиляции. Вот эта вот белая коробочка. Напомню, называется она Healthbox 3 от компании Ransom. Суть этой коробки в чем заключается? В том, что в ней есть материнская плата, есть вентилятор. К этой коробочке у нас подключаются различные вот такие вот датчики. Вот, у меня конкретно, всего их 5 таких датчиков. Конкретно на моем доме будет использоваться 4 датчика. Каждый датчик отвечает за какое-то свое помещение. Например, давайте вот возьмем вот этот. Конкретно вот этот датчик у нас отвечает за ванную комнату. Там, где у нас есть какие-то запахи, там, где у нас есть влажность. Вот этот датчик у нас отвечает за кухню. Вот тут вот даже такой вот колпачок нарисован, поварской, поварской колпак. То есть, понятное дело, что это отвечает у нас за кухню. Например, вот этот датчик отвечает у нас за помещение, за такие помещения, как спальные, там, детские. Потому что здесь вот у нас нарисована кровать. То есть, не надо быть каким-то суперинженером для того, чтобы разобраться, какой датчик за что у нас отвечает. По картинке, в принципе, по картинке, в принципе, понятное. Если посмотреть, ну, как бы принцип, да, ее работы, то есть у нас есть коробка, которая устанавливается в каком-то помещении. К ней подключается датчик. Например, если у нас вот это отверстие отвечает за спальню, то, соответственно, мы берем датчик, который у нас... на котором у нас нарисована кровать. Отдели его вот сюда. Вот, отдели его вот сюда вот. Подсоединили сюда трубу и трубу вывели в спальню. В спальне, например, когда у нас происходит какая-то жизнедеятельность, выделяется СО2, соответственно, датчик это понимает и открывает вот эту вот заслоночку. И у нас отсюда начинает более такой сильный забор воздуха. То есть у нас, допустим, если мы говорим про мой дом, да, у нас клапан-велка. Через клапан-велка у нас чистый воздух зашел. В помещении он там испортился, да, мы надышали СО2, у нас концентрация повысилась. Датчик это понимает. И заслонка открывается и начинает насос забирать воздух сильнее. В двух словах принцип работы он такой. То есть есть какое-то помещение, туда идет труба, к этой трубе идет датчик. Например, спальня это СО2. Например, это кухня у нас вот такой вот колпак, да, который там отвечает за какие-то запахи. Вот, соответственно, воздух испортился. Датчик это понимает. Насос в этой системе начинает высасывать воздух. Да, и у нас происходит таким образом забор грязного воздуха. Все идет централизованно. То есть со всех помещений у нас грязный воздух попадает сюда, и из этой коробки уже вот через вот это вот отвесить у нас грязный воздух уходит на улицу. Либо в крышу, либо в стену мы его вводим. Как и в моем случае, это 160 труба, которая выходит в стену дома. Итак, друзья, в двух словах про эту систему я вам рассказал. Пойдемте ее вместе с вами установим. Подключим ее к приложению. И самое главное, в конце ролика я расскажу, почему именно эту систему я выбрал себе на дом. Так что обязательно смотрите и не переключайте. Вот она, эта установочка моя, холстбокс 3. От нее идут у нас запчасти. Датчик, который у нас идет в ванну. Датчик, который у меня идет в гардеробную. Датчик, который идет на кухню. Вот такие вот трубы у меня разведены по потолку. Давайте я вам их покажу. Разводка у меня уже сделана. Вот эта труба идет на второй этаж. Здесь вот у меня такая вот двойная труба. Это будет вентиляция гостиной. Тут еще немножко не доделано. Видите, да, у меня идет вот эти вот овальные трубы. Это труба Ransom. Очень прикольные трубы, но не совсем они бюджетные, скажем так. Вот такая вот штуковина, на которую будет одеваться решетка. Вот такие вот углы 90 градусов. Сами по себе вот эти вот трубы, они гнутся. То есть их можно в небольшой радиус загибать. Но есть вот такие вот прям крутые углы, то используют специальные элементы. То есть зажимаются они вот такими вот зажимами между собой. То есть соединение трубы и угла идет вот таким вот зажимом интересным. А труба крепится, вот в данном случае у меня перекрытие газобетона, да. Вот она крепится вот такой вот металлической пластинкой. И с этой стороны, если посмотреть, просто обычный желтый саморез. Сейчас я нахожусь в своей спальне. Здесь вот у меня две трубы. Одна выход идет на забор грязного воздуха. То есть к ней идет датчик СО2. Вот такая вот интересная штуковина, рамка, на которую будет потом одеваться решетка. Решетку мы еще не выбирали какую-то. И вот идет труба. Я вам говорил, что трубу можно сгибать какой-то радиус. Если радиус такой, то вот видите, она сгибается. Если, конечно, угол нужно сделать более конкретный такой, 90 градусов, например, то использует специальные угловые элементы. На втором этаже это выглядит вот так. Вот идет труба наша. Выходит она из стены, да. И вот по стене она идет вот снизу. Выходит через перекрытие. Вот таким вот образом. Удобно, конечно, когда труба имеет какую-то подвижность, да. Это очень удобно применять. Вот в данном случае это выполнено вот так. Пойдемте в другую комнату. Вот здесь вот у меня санузел. Готовка. Пансерные окна. Вот такое вот большое окно. Здесь вот будет стоять ванна. Здесь будет душ. И здесь будет датчик. Ну, к этой трубе будет установлен датчик, который идет у нас на запахи и на влажность. Вот будет у меня такая адаптивная система вентиляции. Приток у меня будет через... А здесь у меня притока нет, потому что это санузел. Здесь только забор грязного воздуха. А так вот в каждой комнате, видите, у меня стоит труба под приточные клапана вилка. Вот в этой комнате. Вот там и вот в этой комнате. Значит, есть вот... Я хочу вам показать, как удобно с помощью труб Rensel можно быстро их монтировать и соединять там, например, между собой. Или соединять между вот переходником. Вот так вот у нас есть переходник. Вот такая труба. Закир, помоги мне, пожалуйста. Вот Закир сейчас вам покажет. Примерно на этом. Полностью отдел, да? Давай вот сейчас вот эту штучку убери. Вот у нас идет соединение. Вот так вот выглядит это все. То есть мы его отделили. До конца ее зажми. Все. И дальше мы берем вот такой вот пластиковый кронштейн и соединяем его. У него есть вот такие вот двухсторонние. Он как бы такой двухсторонний. Получается, с этой стороны мы его вставляем и защелкиваем, да? Раз. И то же самое с этой стороны. Все, соединил, да? Вот так у нас происходит соединение. Например, переходника или трубы. Или трубы. Вот у нас вот такая вот труба идет. Видите, какая она согнута. Например, если нам надо вот эту трубу соединить вот с этой трубой, то делайте это с помощью вот таких вот соединителей. И дальше я вам показываю вот на потолке. Есть вот такая вот скоба, которая у нас, если нам нужно, если нам нужно, вот так вот одевается. И дальше прикручивается эта труба уже к потолку. с помощью дюбелей или саморезов здесь вот есть у нас такой чертеж по этому чертежу мы сейчас будем все это монтировать чертеж нам помогает правильно все сделать ведь вот идет коробка здесь вот показано какие датчики в какое помещение у нас идет вид сверху у нас как у нас примерно должны располагаться трубы пока ребята там ищут необходимые инструменты хочу сказать двух словах она работает у нас в 220 обычная вот такая вот вилка которую подключается в обычную розетку то есть подключение очень просто не надо будет супер электриком вилку в розетку от ну всю систему же у нас подключены начинаем примерять сейчас ребята делают разметка потом будет закручивать самореза просверливаем в газобетоне отверстие под дюбеля дальше забиваем для легким движением молотка на закер дюбель улетел под руку всегда кто-то говорит да дальше в эти дюбеля начинаем закручивать саморезом следующий этап снимаем крышку такая система здесь есть вот антенна для wi-fi материнской платы внутри там у нас находится вентилятор сейчас будем подключать датчики нам нужно наша задача у нас уже везде выведена труба надо понять какая труба в какой идет помещение и от этого у нас пойдет датчик то есть вот эта труба у нас спальня мы должны понимать что здесь вот у нас будет датчик и к спальне co2 да и будем соединять его вот с этой трубой сейчас я нахожу свою спальню закири пошевели трубу вот от этой трубы идет звук таким образом возобновляем память какая труба куда нас идет еще раз будем когда активной системе вентиляции подключать датчики как мы будем подключать трубы к этой нашей системе вот эта труба у нас уйдет вот в край в левую часть вот это труба у нас идет вот в эту часть вот эта труба у нас идет вот сюда вот он там вот видите есть небольшой такой от грыза чек он нас идет вот сюда вот вот эта труба у нас вот сюда вот вот этот торец вот эта труба идет вот в этот торец и вот эти две трубы кухня не объеденную потому что у нас площадь кубатура гостиной большая поэтому нас две трубы Здесь будет такой соединитель, и от этого объединителя у нас пойдет труба вот сюда. Соответственно, понимая это, мы сейчас будем правильно подключать наши датчики. Следующий этап. У нас есть вот такая вот гофрированная труба. Это шумоглушитель. То есть у нас есть установка. Для того, чтобы у нас все было тихо и комфортно во всех помещениях, нам нужно устанавливать вот такие вот шумоглушители. К шумоглушителю мы подключаем, вернее, подсоединяем две штуковины. Одна вот такая вот, это переходник от круглой трубы, которая у нас идет вот сюда, к прямоугольной трубе, которая у нас выходит из помещения. То есть есть переходник, он одевается вот сюда. На него дальше одевается гофра, и гофра подсоединяется у нас вот к этой установке. У нас уже практически все готово. Вот эту трубу. Здесь вот у нас соединена вот эта вот пластиковая штучка. А здесь вот у нас подсоединен непосредственно вот этот вот глушитель к переходнику. И замотано все вот так вот красной лентой дельта мультибан. Чтобы у нас все было максимально герметично. Давай, Закира, один элемент с того покажем, как это делается. Одевается вот этот переходник. Вот этот переходник мы будем одевать на датчик. Уже заготовленная у нас лента. И начинаем ее проклеивать. Простыми движениями все это проклеивается. Получается максимально герметично. С другой стороны берем наш переходник. Легким движением одеваем его на глушитель. Дальше берем нашу ленту. Да, вот на этот вот. Ставили его. И дальше соединяем его в нашу трубу. Одел? Да. Все. Получается вот наша адаптивная система вентиляции. Дальше у нас идет датчик. В зависимости от того, какое помещение уйдет датчик. Дальше у нас идет вот такая вот гофрированная труба. Дальше у нас идет переходник, который вставляется в овальную трубу. И все это распределяется по помещению. Друзья, теперь остается проверить нашу адаптивную систему вентиляции. Понять, справляется ли она со своей задачей. Живу я в доме примерно уже две недели. С семьей это где-то примерно неделю. Сейчас по каждому помещению пройдемся и покажем вам, какое количество у нас углекислого газа, влажности, какой мощности она работает. Сейчас все вам покажу, все вам расскажу. Так, начинаем мы с прачки. Есть у меня такое помещение. Называется она прачка, потому что здесь у меня стиральная машина, сушилка и так далее. Так же, небольшая ремарка. В доме у меня еще ремонт, мы еще только переезжаем. Да, видно, что нету занавесок, ничего этого нету. Светильники не висят. Но уже хочется побыстрее переехать. Поэтому сейчас в режиме, в режиме таком ремонта будем уже проживать в доме. Значит, здесь вот у меня... Так, секундочку настрою. Здесь вот у меня установлена адаптивная система вентиляции. Ее практически не слышно. Здесь даже нету шумоизоляционного короба еще. Но вот намного шумнее работает стиральная машинка или сушилка. То есть от них шума намного больше, чем от системы вентиляции. Здесь вот у меня идет забор воздуха. Установлен датчик Vox. Датчик Vox это датчик запахов. Заходим в наше... Заходим в наше приложение. Здесь вот у меня показан весь дом. Значит, у нас есть в настройках такой показатель интересный. Значит, первым можем выставить ее на работу в 15, там, 20, там, 30 процентов. То есть, грубо говоря, когда она у нас работает... Ну, в доме никого нету, да, когда она у нас работает в таком номинальном режиме. То есть мы выставляем ее на 15 процентов, и она работает, ну, только на 15 процентов. Дальше мы заходим в датчики, настройка датчиков. То есть все спальные зоны, где у нас есть CO2, у нас можно выставить показатель у кислого газа. Он измеряется в PPM. Здесь у меня выставлено 900, кроме кухни. Кухня у меня выставлена 950. По каким-то своим ощущениям, вот мне реально комфортно до 1000 PPM. Поэтому я пока экспериментирую и выставил на 900 PPM. Кроме кухни. Значит, вот она система вентиляции. Сейчас в доме находятся 5 человек, двое взрослых, трое детей. По звуку ее не слышно. Здесь у меня датчик запахов. В принципе, вот так вот она работает. Заходим конкретно в это помещение. Открываем. Вот здесь условно вот этот такой вот рабочий стол. Так открываем его. И здесь есть каждое помещение. Вот. Заходим конкретно. Вот мы сейчас в прачке. Заходим в прачку. Посмотрим. Вот так вот здесь показатель. Показываем конкретно, насколько она сейчас работает. Тут написано 20% и летучих веществ у нас всего 104 чего-то там. То есть это написано хорошо. Дальше мы заходим в такой график и можем, вот такой бегунок у нас есть, можем смотреть, в какое время у нас какое количество летучих веществ. И то же самое мы можем посмотреть за одну неделю и как, в каком режиме у нас работает эта система. Ну, в принципе, прачка это такой самый простой вариант. Дальше переходим в гостиную. В гостиную у нас уже более такая усложненная система. Так, здесь у меня два клапана. Один с этой стороны находится прямо над диваном. Второй клапан у меня вот здесь вот. Находится над холодильником. Забор воздуха у меня идет вот отсюда. То есть через клапана у нас идет чистый воздух. Вот. Два клапана, потому что помещение большое. Во всех спальнях у меня установлено по одному клапану. Потому что по кубатуре помещение значительно меньше, чем у нас гостиная. По зазорам. Вот. Давайте я вам покажу. Сбоку, да. Здесь вот зазор воздуха. Зазор, вернее, через который у нас воздух заходит такой вот. То есть небольшие зазорчики такие. Но в принципе воздух заходит в нормальном таком количестве. Никакого дискомфорта я не ощущаю. Потому что в других комнатах, например, спальня, в которой вчера ночевала жена, там зазор клапана значительно больше. Значит, открываем нашу кухню. Видим показатели. Значит, сейчас 694 ppm. Влажность у нас тут, грубо говоря, вот этот датчик, который установлен, он у нас на влажность идет и на углекислый газ. Сейчас смотрим здесь вот показатели, да, и видим, что у нас вот в пик, это было примерно 18 где-то часов, потом 21 час. У нас максимально это было 815 ppm. Вот влажность у нас примерно 30%. Вот и в принципе ночью вот 430 ppm. То есть до 1000 вот этих ppm я вообще не ощущаю качество воздуха. То есть ты ходишь, ну, как и должно быть. Значит, здесь вот у меня был вчера режим проветривания. Если посмотреть, где-то в 10 часов я включал систему, проветривал весь дом, чтобы она работала на 200%. Так, ну вот, значит, схема простая. Два приточных лапана и забро воздуха. Показатели вы видели. Дальше заходим в санузел. В санузле у меня здесь вот находится только вытяжка. Давайте я немножко покажу его, да. Небольшое помещение. Так, вот здесь еще ремонт. Даже светильники еще не висят. Будут висеть, по-моему, вот эти два светильника. Забор воздуха отсюда. Здесь, значит, у нас... Открываем санузел первого этажа. Мы видим, что у нас влажность сейчас 34% летучих веществ, 275. Система вентиляции работает на 15%. Ну и по этому показателю мы видим, что если кто-то идет мыться, у нас сразу летучие вещества увеличиваются. 2663. Ну это, видимо, от шампуня, там, от геля, от душ, может быть, какие-то зубные пасты там и так далее. И сразу увеличивается влажность. И система работает на 99%. Поэтому вот по... Условно по этому бегунку мы можем определить, кто в какое время там условно моился. Дальше. Идем. Спальня моя. Ну, правда, пока в ней ночует дочка. У меня дочка, 3 годика. Вчера она с женой ночевала в этой комнате. Тут вот, как я говорил, вот конкретно клапан открыт значительно больше зазора. Жене жарко. Так, открываем моя спальня. Открываем наш график. И видим, что у нас... Ну, так, максимально было 963. Дальше я включаю режим проветривания, он падает. И в целом ночью где-то 800, там, ну, в среднем где-то 50. Влажность у нас 27% в среднем. Низковата. И режим работы самой системы вентиляции 74%. Так, поднимаемся на второй этаж. Здесь вот у меня такой вот санузел. Вот такая прекрасная занавесочка у меня временно висит. То есть помещение большое. Здесь вот идет забор воздуха. У меня вот такая вот ванна стоит. Тут, ну, толком пока этим помещением не пользуемся. Значит, открываем совмещенный узел, совмещенный санузел второго этажа. Мы видим, что у нас здесь средняя влажная 26%. Летучих веществ 137. Вот, и видим показатели. Ну, тут как бы пока она еще в таком непонятном режиме. Иногда сын приходит и старшая дочь вот плавает, купается в этой ванной. Что хочется сказать. Вот такое помещение. Здесь мы изначально клапан не планировали делать. Вот, установили мансардное окно с встроенным клапаном. Вот реально вот этот клапан спасает. Вот если посмотреть на само мансардное окно, у нас здесь вот везде на нем лежит снег, кроме вот этого участка. То есть, если клапан открыт, то через него заходит воздух. Вот это место, оно как бы подтаивает. Здесь вот снег лежит, а возле клапана не лежит. Именно вот когда вот он открыт, здесь у нас вот эта вот зона открывается. То есть, через клапан реально сейчас заходит в помещение воздух. То есть, именно проектирование вот таких помещений, мне кажется, нужно, чтобы приток воздуха тоже был. Я в стену не установил, но вот меня спасает именно мансардное окно. Кстати, вот вы видите, мансардное окно. Видите, клапан на нем закрыт. И возле клапана снег не тает. А в том, в том помещении снег у нас тает. Здесь у меня детская сына. Здесь вот тоже мансардное окно, оно закрыто. И снег возле клапана не тает. Вернее, клапан мансардного окна закрыт, да, и снег возле клапана не тает. А на том окне, где клапан открыт, тает. Здесь вот у меня клапан открыт вот на такое. Вчера видеоэксперимента я открыл настолько. Сейчас вот вытяжка у нас работает. Я думаю, где-то примерно, наверное, на 100%, потому что сейчас дети тут сидели. Сейчас как раз мы проверим. Не знаю, слышно вам, нет? Прямо она дует хорошо. Открываем. Открываем. Спальня Свят. Видим, что сейчас. Концентрация поднялась до 1181 ppm. Потому что здесь сидело 4 человека. Сразу насколько, как резко, да, она увеличивается. Вот мы с ним были вдвоем. У нас ночевали с ним здесь. Играли в игры. Потом, короче, я тут остался. С ним спал. Влажность у меня была 30%. Работа система на 62%. То есть она в пике была на 200%. Это когда я весь дом проветривал. Вот. Она сразу падает. Потом я ушел. Потом пришел к нему опять. Ну и вот ночью мы спали. У нас 830 ppm. Влажность 20%. Ой, влажность 29%. И работоспособность системы 62%. Друзья, и в заключение хочется снять видеоролик о фишках адаптивной системы вентиляции от компании Ransom. За что нужно платить деньги. Сейчас я вам хочу показать приложение. Давайте его откроем в телефоне. Значит, в том помещении, где я нахожусь. Это комната сына. Открываем. Есть такая штука. Есть такая штука, функция в ней. Это проветривание помещения. То есть мы в ручном режиме можем сделать так, чтобы система работала на 200%. Ну, допустим, только в этой комнате. Или во всем доме. Вот сейчас я включил усиление. Сейчас вот отсюда намного сильнее будет высасывать воздух. Вот сейчас очень сильно прям, я не знаю, свист, наверное, слышно на камеру. Соответственно, чем сильнее работает вот эта вот вытяжка, тем больше воздуха у нас заходит вот в этот клапан. Соответственно, если у нас холодного воздуха будет заходить, допустим, не 30 кубов, а 100 кубов, соответственно, нам намного больше нужно отопления, да, для того, чтобы этот воздух сделать более теплым. Чем меньше через этот клапан будет заходить воздуха, тем меньше, соответственно, нам нужно отопления для того, чтобы этот воздух сделать теплее, да. Соответственно, когда мы находимся в помещении, дышим СО2, у нас, ну, допустим, через этот клапан заходит 30 кубов воздуха. Когда мы из этого помещения уходим, вы сами видели вот в этой программе, да, в телефоне, Что она работает на 15%. Соответственно, допустим, через клапан будет попадать не 30 кубов воздуха, а, допустим, 5-6 кубов. Соответственно, это значительно меньше. Второй момент. Есть приложение, в котором вы видите, как я вам показывал, вот эти все графики. Вы видите качество CO2, вы видите влажность, какая у вас помещение. То есть это очень удобно. То есть вы понимаете, какой воздух у вас в помещении, чем вы вообще дышите. И третий момент. Это удобство использования вот этой системы. Все автоматически. Датчики там сами все это понимают. Сами включаются, выключаются, когда нужно. То есть вы по факту, в моем случае это клапан-велка, там стоит фильтр. То есть мне по факту раз в год нужно будет только поменять фильтров. Все. Дальше я этой системы уже не касаюсь. Поэтому, с моей точки зрения, это удобная штука. Если у вас дом, как у меня, примерно там 200 квадратных метров, 200 квадратных метров, то смысл есть ее покупать и использовать. В целом, данной системой я доволен. Воздух у меня хороший. Мне все нравится. Поэтому, в целом, могу рекомендовать данную систему.